Всем привет! С вами канал Космостар. В конце 80-х и начале 90-х киноактриса Ольга Мошная была на пике своей популярности. В 80-х годах вышли сразу несколько фильмов, в которых Ольга исполнила свои лучшие звездные роли. Это фильмы о гардемаринах от Светланы Дружининой, а также Зверобой, Пацаны, Выше Радуги. А еще были главные роли в картинах Никудышная и Слезы капали. В этих фильмах у девушки были такие партнеры, как Евгений Леонов, Ия Савина, Михаил Глузский, и все как один они хвалили юную актрису и прочили ее большую и успешную карьеру в кино. Но только близкие друзья и немногочисленные коллеги знали, что дома у Ольги был настоящий ад. Отец и мать работали на стройке штукатурами и многие годы пили. Каждый день после работы дома были пьянки и скандалы. Родители неплохо зарабатывали, но все пропивали, поэтому в семье всегда было без денежа. Уже в начальных классах Ольга мечтала поскорее повзрослеть и уйти из своего дома. И вот однажды на улице к ней подошла ассистент режиссера из киностудии «Ленфильм» Эмилия Бельская. Она сразу заметила у девочки очень взрослый взгляд и печальные глаза. Именно такая девочка, подросток была нужна в картине «Первые радости», которую снимал режиссер, Григорий Георгиевич Никулин. Когда Ольга впервые попала на киностудию, ей все показалось сказкой. Незнакомый мир кинопавильонов, напичканных различным оборудованием, знаменитые артисты, которые были с ней очень доброжелательны и общались на равных, все это был новый и прекрасный мир. О существовании которого она и не догадывалась. Ольга, конечно же, сразу стала мечтать о профессии, связанной с кино. Причем о карьере именно актрисы она даже боялась мечтать, самокритично оценивая свои способности. Руль в фильме у девочки была небольшая, но, пользуясь тем, что у нее был пропуск на киностудию, она каждый день после школы приходила в павильон, даже если съемок у нее самой не было. Ольга допоздна находилась на киностудии и домой приходила лишь для того, чтобы переночевать, а утром уйти в школу, а потом опять на киностудию. Она всегда находилась рядом с Эмилией Бельской, во всем ей помогала, трудилась по-настоящему, и ее в шутку стали звать ассистентом ассистента режиссера. Видя, как Ольге каждый раз мучительно возвращаться домой, Бельская предложила ей пожить у нее. Эмилия встретилась с родителями девочки и получила их согласие на это переселение девочки к себе. Родителям Ольга давно уже была в абузу, поэтому они сразу согласились. И так случилось, что Ольга уже больше никогда не вернулась в свой дом. Еще школьница она приняла участие в съемках нескольких фильмов, после окончания школы с первого раза поступила во ВГИК, и у Ольги Мошной началась большая и успешная карьера в кино. В 19-летнем возрасте она вышла замуж за 40-летнего режиссера Валерия Приемыхова. Скорее всего, сказалась нехватка отцовской любви в детстве. Но через 6 лет они разошлись. Причиной было то, что Ольга очень хотела детей, а Валерий был против. Второй раз актриса вышла замуж в 1991 году. Ее избранником стал певчий одного из московских храмов по имени Алексей. В июне 1992 года у семейной пары родился сын Дмитрий. Однако этот брачный союз для Ольги тоже оказался недолговечным. Через три года супруг эмигрировал в Германию, она не захотела покидать родину и осталась одна с маленьким сыном на руках. В трудные 90-е годы ей пришлось самой ставить ребенка на ноги. В то время в кинематографе наступил кризис и актрисе перестали предлагать роли, в итоге она осталась практически без работы. В новом веке Мошная вновь стала сниматься в кино. Поклонники увидели свою любимую актрису в таких картинах, как «Когда мы были счастливы», «Склифосовский», «Обнимай небо», «Следователь Тихонов», «Точки опоры» и другие. Несмотря на то, что сейчас актриса не замужем, она считает, что ее личная жизнь вполне удалась. Главное, есть сын, который для нее является единственным любимым мужчиной.